всем привет с вами сергей давно не виделись и в этот раз будет обзор на дрон диджай авата 2 комбо набор брал делаю его специально для друзей и знакомых и те кто просил сделать обзор те кто видели stories в инстаграме что его взял и написали хотели бы услышать мое мнение по этому дрону ранее я на эфире дронах не летал честно переживаю немного вот такая удобная сумочка идет в комбо наборе я еще даже можно сказать ничего не открывал и сразу хочу обратить ваше внимание что есть такой кейс 3 батарейки заставляются и преимущество его не просто чтобы заряжать их 3 а если допустим у двух батареек осталось чуть-чуть заряда у третьей половина и может с этих двух перекидывать заряд на третью то есть распределить что очень удобно будет также он можно его использовать даже как powerbank подключать и заряжать другие устройства гениально придумано вообще круто все удобно в принципе здесь лежит очки стать удобного настраиваются для тех у кого разное зрение там ну минус плюс и так далее и подстраиваться снизу в этом податься конечно подобности в эти не буду все можно посмотреть в инструкции когда распаковываете дрон там есть прям ссылочка и вставляется флешка сразу в очки в дрон и так далее можно записывать прям в них то есть отдельный кадр с дроны отдельный кадр с очков что очень прикольно немножко настораживает что висит красная ошибка к страны не обновлен попробуем этим бананом управлять я в инструкцию просто посчитал постарел как другие запускают и все на этом да он взлетел это первые шаги сразу голуби сполошились главное голубей не снести если слегка зажимаем и вращаем он поворачивает если зажимаем сильно он летит а если вот так то назад вроде разобрался с этим функционалом ничего сложного здесь нету действительно как и говорили если честно я сейчас просто наблюдаю со стороны вот так очки спустил чтобы привыкнуть к этому пульту потому что когда крутишь рукой то происходят движения вроде бы все понятно вроде бы удается сообразить что куда остается теперь это в очках протестировать честно начали боялся запускать его из-за незнаний и отсутствие опыта но сейчас уже более уверенно чувствую себя потому что все таки диджей все это предусмотрели все эти моменты и пока не в акробежиме пока все под контролем этих спутников и искусственного интеллекта то систем тут все нормально можно пробовать самая сложная это вот этим пультом управлять если честно на текущий момент для меня не совсем понятно управление то есть нужно как-то аккуратненько поворачивать быстро не понял как взлетать медленно у меня взлетает поднимается а вот и причина оказалась то есть это что новичок за этого скорость ограничена посадка осуществляется вроде бы точно также просто нажимая вниз какие на остальных дронах и он приземляется ну что сказать первый опыт полета реально страшноватый тем что не понимаешь как вертеть этим бананом но благодаря режиму новичка то есть не летишь куда-то сразу стенку или еще сносить а просто пробуешь вертишь крутишь и пытаясь привыкнуть к этому надеюсь со второй батарейкой будет попроще ну и для того чтобы понимали как я себя чувствовал в очках даже с охлаждением этим но за того что переживаешь он мокрый просто вот итак решу подключить телефону помехи компас очков говорит здесь есть какие-то а код страны уже вроде не светится как можете наблюдать ошибка с кодом страны исчезла после того как я подключил телефону но появилась новая помехи компас очков вода у меня подняться выше 30 все-таки код к страны влиял что именно взлетись выше красота а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну, по-своему, то есть добавить движение в видео такое, прям обалденно, мне понравилось. Ну что ж, сложилось какое-никакое впечатление уже о полете на данном дроне, на АВАТ-2, и оно у меня положительное. Сейчас буду уже складываться, отлетал все три батареи, все три аккумулятора. Просто вот красота на нем летать, небольшой, скорость приятная, плавное управление, когда привыкаешь к данному контроллеру. Только на втором аккумуляторе я смог к нему привыкнуть и что-то сделать. Более-менее красиво. На третьем уже более свободно летаешь. И самое интересное, для тех, кто никогда не пользовался очками DJI для дрона, я думал, даже в принципе они особо не нужны, когда летаешь на Mavic, в том же, на Air 2S. Но теперь я хотел бы подключить и те дроны сюда. Это совершенно другая картинка, это совершенно другое ощущение, и думаю, я теперь только с ними буду летать. Надеюсь, к следующему полету ледофильтры уже придут. Они сейчас находятся на складе США и должны прийти скоро. А также надеюсь, что придет контроллер в виде джойстика. И тогда уже можно дрон запускать в акро-режиме, но перед этим я обязательно зайду в симулятор игровой. Потренируюсь, полетаю. Я привыкну к управлению. Я никогда не управлял вот так двумя пальцами, но, судя по всему, все, кто на эквиве летает, нужно вот так держать. С этим же контроллером можно летать даже между деревьев, облетать. Думаю, скоро это тоже смогу сделать. Плавно так поворачивать или резко. Ему тоже нужно привыкнуть. Как говорится, привыкни к аппарату. И все будет нормально. Ну все, на этом видео завершаем. Не знаю, какое длине оно получилось, надеюсь, для вас было интересно. Это просто обзор, это не какая-то там информация, сколько он летает, скорость максимальная и так далее. Это первый мой опыт с данным дроном и мои впечатления для тех, кому, в принципе, это интересно. Чуть не забыл положить контроллер. Все, кстати, здесь складывается хорошо. И для него можно еще ремешок нацепить. Сюда, чтобы с руки не высказанно, не упал. Но, в принципе, держится. В руке очень хорошо даже ремешок не нужен. Сумка удобная. Но весит все это 2,7 килограмма. Вот точно есть. Всем пока и до встречи в новых красивых и интересных видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова